Привет, ребята. Сегодня поиграем в новую игрушку. Называется она Dendy Ace. Она в демке, но скоро выйдет. Когда-то иллюзионист был величайшим фокусником в мире. Многие годы публика любила его. Он даже мог заставить детей плакать от радости. Но что-то я сомневаюсь. Его звали зеленоглазый иллюзионист Леле. К сожалению, однажды все это было украдено у него фальшивым фокусником-шарлатаном, которого звали Dendy Ace. Посредственное представление и привлекательная внешность Эйса, и я действительно не знаю, почему сделали его самым любимым фокусником. Под гнетом несправедливости и безжалостной судьбы Леле ничего не оставалось, кроме как прибегнуть к печальному и печально известному проклятому зеркалу. Чего там это мне напоминает? Ты в силах создать целый мир, но ценой будет твоя душа, сказала зеркало. Я понимаю, я согласен. Теперь же смотрите величайший трюк всех времен. И так, ни с того ни с сего, когда никто не ожидал, Леле заточил своего давнего заклятого врага. Мгновение ока, запертый в проклятом зеркале, Эйс исчез. Так. Dendy Ace еще в разработке, а значит, как вы уже догадались, она не готова. Вы обнаружите ошибки, мы надеемся, что не слишком много. Благодаря этой демонстрационной версии вы сможете познакомиться со многими злодеями, картами и заданиями, которые ждут вас. Главное, чтобы вам было весело. А если вы не против, то добавьте нас в свой список. Ну я понял, спасибо, что играете. Игрушка, кстати, выйдет 25-го. Числа. Так. Dendy Ace. Окей. В параметрах я немножко настройки поменял. Контроллер. Нет, я не на контроллере. Настройки. Управление. Процесс. Но это не важно. Так, играть. Сама что интересно, здесь какой-то режим твич есть. Но это написано. Нет привязанной учетной записи твич. Добро пожаловать в режим твич. Этот режим позволяет стримерам и чату взаимодействовать посредством голосования в процессе игры. Если вас не пугают хаос, несправедливости, драйв, общение с сообществом, этот режим игры для вас. Мне кажется, это что-то типа чат выбирает, что подбирать стримеру. Что-то типа того. Так, обычный режим. Значит, заново. Тут сложность только нормально. Выбора нет. Мне кажется, нужно пройти нормально, чтобы открыть сложно и так далее. Погнали. Вестибюль. Я немножко поиграл в нее и могу вам одно сказать, что это скрещенные Dead Cells и Heights. Мне даже понравилось, когда вот эта вступительная заставка была. Там про зеркало говорили. Зеркало что-то мне напоминает. Реально похоже очень на зеркало из Heights. И вы поймете, почему она похожа на Dead Cells. Так. Здорово. Ну и ну. Не верю своим глазам. Это тот самый легендарный фокусник. Дэнди Эйс. Далее. Кажется, мы знакомы. Не подскажешь, где я? Нет, нет. Мы точно не знакомы. Могу со стопроцентной уверенностью сказать, что мы никогда не встречались. Что-то, мне кажется, нет. Он обманывает. Ясно? Боюсь, тот другой, как там его зовут? Великий фокусник. Ах, да. Леле. Зеленоглазный иллюзионист. Уверен, он построил этот меняющий дворец. Меняющийся дворец только за тем, чтобы одолеть тебя. Лей-лей? Это имя ни о чем мне не говорит. Подумай как следует. Он очень известен. Ну, по-любому это Леле, да, в шапке сидит. Ой, стоит. Сто процентов. Он еще его восхваляет. Сам себя, короче. Как мне отсюда выйти, старина? Мне нужно собирать улыбки, оттачивать трюки. Ты либо лучше из лучших, либо нет. Два величайших фокусника все времен сойдутся в поединке. Как интересно, тебе придется победить его, чтобы уйти отсюда. Он ждет в глубине дворца. К счастью, ты прошел сквозь заколдованное зеркало вместе со своими волшебными картами. Правило эйса номер двадцать восемь, никогда не уходя из дома без карт. Проходя через дворец, ты найдешь еще карты. Тебе повезло, что и я твой союзник. Так. Смотрите, у меня есть четыре слота. В них я подбираю картишки. Допустим, сейчас у меня есть карта шифта, то есть рывка. У меня на left shift. Карта атаки, атака на правую кнопку мыши и на пробел что-то. Я чуть-чуть поиграл, поиграл вот буквально пять-десять минут, чтобы понять, реально интересно или не стоит. Мне понравилось. Так. И самое что понравилось, то, что в игре есть рывок. Как-то в игре враг-лайки без рывка. Так. Погнали. Тут есть вроде карта. Да. Вестибюль, банкетный зал. Я так понимаю, тронный зал Лиле это последняя карта. Ну, вообще место. Так. Добро пожаловать в меня еще дворец Дэнди Эйс. Я зеленоглазый иллюзионист Лиле. Вот так голос даже не поменялся. Буду наблюдать из первых рядов. Так, я понял. Тяжело, активничать и это. И читать. Очень нравится система именно комбинаций карт. Вы поймете, о чем я говорю, когда мы дойдем до этого. Почему я говорю, что игрушка похожа на Dead Cells? Да вот смотрите, это карта телепортов. То есть, через телепорт открывается телепорт и можно телепортироваться между ними. Раз. Скиллы. Похоже, вот вы тоже подбираете меч в Dead Cells и все остальное тоже вставляете. И дальше вы заметите даже маленькие отсылочки к этому. Хейтс. Вот допустим, даже видите дебав сердечко. Как вы думаете, как он называется? Мы сейчас даже почитаем. Допустим, в этом. В Хейтсе это ослабление, которое делает противников слабее. Они начинают наносить меньше урона. И мы сейчас посмотрим. Так. А тут очарование. Очарование. Очарованные враги приближаются к Кейсу и не могут атаковать. А, ну, интересно. 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 Все-таки отличаются немножко бафы, но даже картиночка очень похожа. Сердечко. Так. Вот опять телепорт. И вот я могу телепортироваться на другую точку. Оп. Удобно. Так. Сундук. Из сундука карта. Я такую карту поднимал. Она не очень удобная, но у нее очень много урона. Сейчас покажу вам комбинацию. Вот видите, у меня карта. Вот взрывной пузырь. Класс 2. Там статы. Что-то написано. Есть эффект улучшения. То есть, если я сделаю вот так. Да. Вот я беру карту. Пятерка карт. И вставляю ее в взрывные пузыри. Теперь у меня появился эффект, который наносит 106 урона и добавляет эффект шельных карт. Это прикольная комбинация. Вот сейчас. Ой. Надо поменять местами, потому что мне неудобно будет на пробел активировать. Смотрите. Пузырь полетел. Оп. Взрывается. Ага. Стоп. Картишки вроде бы должны были разлететься. Вот. Видите? Когда в противника попадает, карты разлетаются во все стороны. Очень удобно. Тут можно получать урон, потому что хпшечки падают. Так. Тут какие-то ворота. Чтобы пройти, нужно достать пиковый ключ. Ага. Понял. Назад. Визуальный стиль, ну, такой. Ну, очень похоже на хейтс. Именно изометрия. Так. Что у нас тут? Магазин. Денег у меня вообще ни на что не хватает. Очень мало. Я вот такие карты вообще ни разу. Вот стрела амура я брал. Все остальное не брал ни разу. Так. Это, я так понимаю, перетас. Перетасовать все карты. С 240. Рерольчик. Я люблю рерольчики. Хе. Так. А это что? Разблокируйте Нифтар при посещении шатра Нифа. Ниф, ниф, нуф, нуф, наф, наф или что? Не понял. Так. Ауч. Тут КД между рывками. Надо немножко привыкнуть. Я уверен, что в дальнейшем можно будет какую-нибудь карту рывка с маленьким КД найти. Так. Схема. Еще отсылочка. Ну, как, не отсылочка, а очень схожая механика с Dead Salas. То, что вы собираете схемы, чертежи, всяких вещей. Как добиваете противника. А есть телепортируется вперед. Опа. Это на пробел я возьму. Я даже ни разу не брал такую карту. Ну, как ни разу, я и пой... А. Так, слушайте, а не лучше ли этого рывка? КД, в принципе, тот же сам. Удобно то, что можно и то, и то использовать. То есть, если приловчиться, то можно с двумя рывками спокойно играть. Так. А это что за? То есть, в какие-то экстренные ситуации можно... Опа. Нажать. Очень классно. Мне нравится, когда в игре много рывков. Так. Больше мобильности, больше выживаемости. Так. Тортик. Вот почему я говорил, что можно получать урон. Из противника впадают тортики всякие. Мне нужен зеленый ключ, я так понимаю, да? Чтобы пройти дальше. Окей. Окей, ушки. Опа. Оп. Оп. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут интересные модификаторы еще есть. Допустим... Модификатор на карту делается, и... Когда вы убиваете очарованную цель, все окружающие противники получают очарование. Что-то мне это очень напоминает. Ну-ка, да у рывка поменьше, вроде, чем у телепорта, да? Так что заменять рывок телепортом не стоит. А вот именно... Оп. Именно в дополнение очень классно. Еще тут такая тема, что... Бывает, стоит стол на арене. Он вам так помешает, когда вы через него попытаетесь рывок сделать. Вот, например, мне кажется, что когда стоит стол, и у вас рывок... Такое ощущение, что вы можете перескочить, но вы уперлись, и ничего не можете сделать. Так. Забрать карту. Что это делает? Отталкивание слабый. Нарывок. Допустим, если я сюда закину. Отталкивание нормальный. Мне кажется, на рывок лучше отталкивание. Я не знаю, как это работает, но мне кажется, это подходящая карта для отталкивания. Так. Уходим. Вроде бы оттолкнулся противник, да? Тортик. Опа. Очень удобно. Не получаю урон, Костян. Очарование. И умри. Все? Рожь. О, еще карту дали. Падающие звезды. А есть запускает три падающие звезды, третья звезда взрывается. А усиление что дает? Урон дополнительный, плюс 275. Ну, можно оставить. Может поменять их местами. Допустим, так. Так. Так это... Это ж круто, нет? Это же лучше, чем шарик, который медленно летит. Ну, смотря сколько урона. 421. Стоп. А если я поставлю так? Это сюда? А, не все правильно. Эффект шальных карт. Ну-ка, поиграем так. Мне это нравится. Так, это что, босс? Банкетный зал. Может, не стоит? Нет, ну тут все. Тут как бы вариантов нет. Тут везде нужны ключи. Ключей у меня нет. Я не знаю, как их получать еще. Так, ну, вроде бы мы что-то прошли. Банкетный зал теперь. Сейчас вы еще поймете, почему она очень похожа на Dead Cells. Это прям Dead Cells, только в изометрии. Все, это Dead Cells Hates. Смотрите. Мистер Эйс, наконец-то я вас нашла. Джоли, Джоли. Ты не пострадала? День, когда я пострадаю от падения через заколдованное зеркало, это день, когда я не смогу устроить представление. И такому не бывать, если вы не поняли. Спасибо, что всегда устраиваешь представление, Джоли-Джоли. Мистер Эйс, вы сильно опоздали. Пока вы где-то бродили, я провела разведку на местности. Мак никогда не опаздывает, милая моя. И потом я прибыл сюда, не позже, чем необходимо, чтобы мое появление было... ослепительным и великолепным. Знаю, мистер Эйс. Совершенство. Ты безмерно наблюдательна. Это не удивительно, да? Итак, слушайте. Что скажу. Когда вы побеждаете врагов, некоторые из них храняют осколки заколдованного зеркала. Так эти штуки, что я собираю, это осколки зеркала? Надо было надеть перчатки потолще. Принесите их мне, и я смогу открывать для вас полезные предметы. О, кстати, найдены вами в прошлый раз карты и безделушки пропали. Найденные схемы можно сохранить. Принесите мне осколки схемы, и я помогу вам вернуть ваши волшебные карты и безделушки. Все понятно? Теперь наблюдаем. Что-то мне до боли очень напоминает. Что-то такое. Даже очень похоже вот система. Как только открывается, внизу появление вот это вот все. Пакетик зеленого чая, отхил, ну типа как флакончик. Конечно, мы же это берем, нам же отхиливаться нужно. Случайная розовая... Начальная розовая карта случайным образом берется из разблокированных карт. Золотой компас. Я думаю, розовая карта лучше. Ну вот как-то так. Ничего не напоминает. Ладно. Может вам это поможет? Так, слава богу, мистер Эйс. На мгновение я подумал, что больше никогда вас не увижу. Я хоть раз выходил на сцену позже, чем точно вовремя. Дженни, Дженни. Вы никогда нас не подводили, мистер Эйс. Видели, какой потрясающий шатер сделал для меня сестра? И как только Джоли-Джоли успела это построить. И не говорите, она всегда такая находчивая. Когда я наконец перестала плакать, шатер уже был готов. Девочка, я рад, что с вами все в порядке в этом странном месте. Вы лучшая помощница фокусница. Фоку-фокусника. Какие только могут быть. Фокусница. Ой, спасибо, мистер Эйс. А вы величайший фокусник в истории. Не важно, что сказал тот зеленоглазый злодей. Так что там у тебя в шатре? О, я храню в нем ваши безделушки. Поговорите со мной, чтобы надеть те, которые вам понравятся. Чудесно. Хочу надеть их все. Так нельзя. Одновременно можно надесить одну или две, иногда три. И все? Но у меня так много безделушек. Мистер Эйс, я не знаю, почему так. Возможно, мешает магия этого места. А может, вкус в подборе аксессуаров. Не могу сказать точно, как сказать. Смотрите. Я в Децелс играл очень мало. И... Но я помню, что там была дополнительная жизнь. Вы видите, это мутации. Грубо говоря. Мутации. Так, чаепития. Я так понимаю, лучше взять дополнительную жизнь. Но я помню, дополнительная жизнь. Можно сказать, забирала почти все мутации. Как-то так. Так, ну, я возьму. Так как это ознакомительное прохождение. Можно даже не прохождение называть, а ознакомление. Так. Отхилл. Но у меня фулл отхилл. Так, окей. Че тут еще у нас есть? Это карта. Вестибюль прошли. Я так понимаю, ключики нужны для прохождения в такие залы. А это у нас... Следующий будет художественная галерея, потому что нет ворот. Это так. Так, давай поболтаем. Отлично. Ты прошел первое испытание. Проще паренной репы. Не зазнавайся. За мной банкетный зал, а враги уже гораздо безжалостнее, как я слышал. Прекрасно. Думаю, я справлюсь. Понимаешь, ведь меня зовут Эйс. Человек с множественными талантами, понятно. Придется таки поработать над твоим чувством юмора. Все дело в подаче. Ой, я бы не отказался от подачи. Где в банкетном зале подают угощения? Угощение есть, да не про твою честь. Слуги во дворце всегда голодны. Осторожней, не превратись в главное блюдо. Окей. Угнали дальше. Так, мы еще не проверили. Ой, так это хорошо работает. А, я не успел телепортироваться. Не получил тычку. Очень хорошо работает. О, а эти товарищи уже лужу какую-то... Понял. Надо теперь не только на противника смотреть, а еще на пол. Под себя. Ум. Ау. Задержка перед атакой. У них маленькая. Относительно. Так. Не умер? Хорошо. Ну, а это атака мощная. В комбинации с шильными картами неплохо играет. Опа, судачок. Опять телепорт. У меня есть. Телепорт уровень 3. Добавление. Разрыв пространства? Стоп. Ну, допустим, я... Беру. Как работает разрыв пространства? Ребята. Вот это был разрыв, да? Ну, рывком я пользуюсь чаще. Поэтому разрыв пространства лучше иметь... На рывке. Сейчас посмотрим. Эффективно ли это или нет. Ау. Ой, тут аренка такая неприятная, я вам скажу. Куча шариков. Ну, да. Вот с непривычки тяжело обращать внимание на все. Так, кекс. Хорошо. Кексик нужен. Ау. Тихо. Ну, я бы на правую кнопку мыши что-нибудь другое взял. Так. Так. Отхильчик. Телепорт. Ммм. И внизу телепорт. Дальше у нас аренка. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Телепорт спасай. Телепорт хорошо. Опа. Задоджил. Не, с телепортом по-любому приятнее играть. Так. О. Взрывные карты. Сколько урона? Тысяча. Добавлена посмертная бомба. Ммм. Ну-ка, давайте посмотрим, что это такое. Забрать карту. Теперь у меня места для карт нету. Ну, допустим, вот так, да? Ммм, ну да. Мне кажется, это лучше. Потому что не нужно зажимать кнопку, кастовать что-то, да? Все, погнали дальше. Оставлю эту штуку себе. Ау. Так. А, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Как я задоджил? Мне интересно, насколько изменится игра к релизу. То есть я ее заметил только 20-го числа. И я, так понимаю, демка уже давно в доступе. Я просто иногда захожу в популярные будущие продукты. И мне пока появилась вот эта игрушка. У меня. До этого ее не было. Так, что-то в продаже мне, как обычно, а, уже денег хватает на рывок. КД не поменялось? Стоп. КД 0,8. И здесь? Так, а зачем? А, ну, успешка. Добавление спешки. Спешка это скорость передвижения. Ну ладно. Так. Пиковый ключ. Нет у меня таких ключей. Так, окей. У меня такое ощущение, что мы подходим к завершению этой локации. Если доживем, конечно. Но атака мощная. Тут не поспоришь. Дайте мне тортик. Тортики не дают похилиться. Ой. Ой. Ухожу. Ухожу. Мне кажется, мне очень повезло с телепортом. То есть... Ой. Я не заметил, что подо мной появилась эта лужа. Я ее постоянно пропускаю. Но это дело привычки. Это нужно опыта поднабраться. Чтобы такие вещи за ним замечать. Чтобы они в глаза бросались. Так. А, стрелу такую я выбирал. Добавление очарования к желтым и синим картам. Добавление разбитого сердца к розовым картам. Знаете что? Я не хочу менять ничего. Я вообще не хочу ничего менять. Ну, только если, допустим... Какой он эффект телепорту этому даст? Ну. Очарование. Ну, пускай будет. То есть... Посмертное очарование и накладывая очарование... Это то есть... Ты накладываешь особым очарование, а потом противник умирает. И... В АУЕ противники получают очарование и урон. Ну, вроде бы так работает. То есть... Нормально. У меня комбинация... Хотел сказать, даров. Карт очень хорошая. Очень много мобильности. По кайфу. Мне нравится, что... Допустим, если играешь в Хейт, да? В тот же. У тебя есть определенная арена, с которой ты не можешь бежать. А здесь? Здесь бегай где хочешь. То есть... Загнать тебя в угол сложно. это очень удобно так а здесь какую ключную червовый арбовый так смотрю под себя внимательно а уже и не нужно потому что этих роботов нету окей а чё ты спишь ой нормально заспаливала шарик да прям на мне хорошо заметил заранее так отхила не кидают не плохо я могу откинуться а у меня и же чай ниже чай есть так под себя смотрю о ее чем можно уже не смотреть робота нет получил много урона вот там кинжал над противниками сид как сказать картинка кинжала очень похоже исходить на гнев сердечко похоже на очарование ослабление с хэйтс также много взятые с хэйтс но еще больше издать селфа даже изометрии так ай-яй-яй-яй цыц я сказал еще противники а похилиться можно где можно секретки кинуть есть опять арена награды какие-нибудь так тихо а а тихо придется по ходу пить чай если они тортик мне не укинут что я впитал много урона о ее ей так аккуратненько нужно правильно приоритеты расставлять кого впервые убивать противников а тихо 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 пожалуйста и чуть не умер потому что чтобы попить чай нужно есть анимация так и исполинский удар эйс атакует ударами огромным огромных кулаков второй удар оглушать врагов третий удар тоже оглушает и вносит большой урон оглушение уязвимость серия когда когда маленькая дожди рука хочу посмотреть как это выглядит а это приятно выглядит но ренджа низкая а что если это взять за место а нет мне нравится вот эта штука мне кажется это плохая идея стоп а что добавляет добавляет уязвимость а уязвимость это что отрицательный эффект уязвимые враги получают на 30 процентов больше урона очарование лучше нет ладно можно сделать так хотя ну уязвимость такое блин я вот хочу просто ради того чтобы попробовать но ладно просто для проверки я же не на серьезе сейчас прохожу ну конечно я стараюсь но главная моя цель познакомиться с игрой поэтому поставим кулаки ренджа низкая а да мы прошли а есть какое-нибудь местечко которую пропустили нет вроде бы везде ворота ворота еще заблокирована как это все разблокировать без понятия хотя здорово получается окей неплохо можно даже за это кофейку выпить так здравствуй пакетик чайного чая чайного зелья чайного чая случайно так но это по-любому нужно качать золотой запас переработка карт позволяет а вот это нормальная тема все скопировано вот реально как понимаете игра понятно что скопирован но хорошо или плохо скопировано тут очень много механик а можно можно дополнительно взять к ангелу-хранитель что не так молниеносный рефлекс из получает на 15 процентов дистанционных так скорость передвижения если не получают урон из получает новое чайное зелье на каждой карте уровня я даже не понимаю чем они после действительно получения урона ладно меньше урона дистанционных атак пускай я просто возьму наобум так я так понимаю после того как я юзаю вот это не восполняет да у него исполняется чайный пакетик и так добро пожаловать в музей дупра дупра это больше чем галерея искусства здесь находятся очень знаменитые картины мне нравится все знаменитые какие картины здесь можно увидеть о не ожидал что ты и в искусстве разбираешься здесь есть нас настоящее произведение искусства лас конных ас а еще можно посмотреть признанную критиками картину сотворение магии странно напоминает другие знаменитые картин которые я знаю ты их не знаешь очень плохо в этой части дворца тем кто не является знатоками искусства обычно грозит смертельная опасность тролль зеленый тролль зеленоглазный тролль так ну вот видите в чем проблема за ренджи а ой шипы что-то мне тоже сильно напоминают шипы так еще за спавнитесь нет интересно нет это была плохая идея вам серьезно говорю урон вроде больше да но я сейчас умру просто из-за того что взяла эти кулаки ренджа маленькая были бы они подальше били то есть было бы неплохо в принципе надо пить надо пить ау зря 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 взял ауч это кекс и оксик 500 хорошо забываю про телепорт цехи ноуту мои little friends это же из фильма на из фильма мемом стала эта фаза так но оглушение помогает что у схема горизонт событий звучит красиво так ой это новый противник а что он делает ой я сейчас все все снаряды соберу на арене ой 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 товарищ с косой товарищ с косой не убивай так все закончились можно мне атаку другую по у пожалуйста отсюда атаку другу о что-то новенькое так едва и ядовитое пелена если за это ядовитое облако это на основной атаку не пойдет мне кажется давай попробуем допустим сюда типа чем мне кажется это в дополнение к чему-то взять хорошо а вот в на основную не так ладно для проверки просто берем кулаки сюда я отсюда а с шальными картами мы распрощаемся пока пятерка карта пятерочка пятерочка карт так жалко что мышкой нельзя выбрать приходится на vsd это делать передвигать курсор на карте так ну-ка как я таро ну ослабление яд неплохо а я больше не буду эти брать блоки но пока не пойму секрет этой игры ну как секрет тонкости возможно потом я осознаю свою ошибку и буду их брать но сейчас ни в коем случае я бы сейчас прям поменял но меня нету о бубновый ключ ничоси ау 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 тихо 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 урон небольшой получаю кстати самое больше всего урона я в мили получаю поэтому следующий следующий раз нужно будет брать уменьшение урона упор а я сейчас умру не хотелось бы и насколько долго тут битва будет может заключена вообще жесткая будет битва ого сколько на нем дебафов и села пух о пятерку может пятерку карт на атаку я не бросает 5 карт 4 класса x то да ей я хочу избавиться от атаки этой я зря это сделал что я взял я слишком много хп потерял вот вот таким способом мне кажется будет добавляет неуязвимость уязвимость то есть я не знаю уязвимость они не знаю вот вот так вот буду играть мне так больше нравится так это бубновая дверь подачу куда-нибудь другое место можно можно я сначала изведаю карту потому что там мини босс возможно а здесь я отхилиться еще могу ради ой хороший дпс только он хороший нужно ждать когда всех бросков но это неплохо можно закидать побегать почилить забываю про вот теперь и меньше урона поют получаю кекс жалко что карты перерабатывать не могу за деньги добавление отталкивание вообще не интересно хотя а если я добавлю отталкивание на атаку до противники будут же отталкиваться постоянно но я пока не хочу я хочу с ядом побегать карта это тупик тут все тупик тупик все хорошо а можно перенести а можно перенести чтобы вы понимали без телепорта рядом а так в датселси можно было вроде бы нет вроде бы нельзя так а а а а вот я впитал а когда пускай пройдет так минус 1 яд работает неплохо я еще с одними не разобрался уже другие появились а там хиллер еще подожди можно и битву скипать таким образом они от противники все-таки иду за мной так зона поражения не такая же большая тут прям так 22 д я ты мба яд реально им по 22 стака я добыла пузырь скопление пузырей ну класс 4 блин я ничего не хочу так ну не хилиться нужно где-то правильно поэтому нужно зачищать этот вот может они подойдут и выйдут из зоны отхила иди сюда солнышко о не яд я дымба ах ты ах ты у меня один хп остался а то есть у меня потратила жизнь по ходу я штамм дополнительная жизнь была так отхил мне никто не дал правильно у меня же закончилась нет отхил это опять битва да я не вытащу я я не настолько хорош умри от яда так а что у нас продажи мнение не товарищ без без этого всего не ну когда один на один с противниками бьешься в изи но когда они толпой типа ну такое так а чё тут ой 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 братишка и нравишься даме вот так это стрела амура это атака с зарядкой стрела такая телепорт с уроном ну фига и кажется все это слабенько хотя подумать о стреле можно но в комбинации шильны вот эти вот карты пятерка карт с ядом это учителю почему в таком магазине не продаются тхилл типа я с радостью сейчас запахилился так кому-то конец кому-то конец мне кажется тихо минус один океишки умри пожалуйста не трогай меня не ну когда сильно своего выиграешь что получается лучше плюс уже немножко опыта подобрался еще противник есть опасная ситуация очень я чувствую себя некомфортно в таком положении еще с этими не разобрался какие новые противники решаем проблему примеры по мере их поступления умрят я дам пажа у пасиба так отхила мне пожалуйста я уже столько врагов убила еще ни одного кексика ни одного кексика где мои кексики ой я на пробел нажал что-то не телепортировался ну ладно в принципе для первого потери схем я их не донес и поэтому понял и осколки потерял ну что для первого раза в принципе неплохо ну хотя слабовато вот ну и опять заново опять кристаллы опять чертежи и тому подобное карта очень большая мне понравилось то что карту сразу видно сразу видно сколько тебе нужно до конца пройти вот допустим я когда селс я до сих пор не знаю сколько там проходить потому что я играл в него мало вот ладненько ребята а и кстати ключик у меня остался бубновый как вы можете заметить теперь это упрощает мне прохождение то есть я могу какие-то срезы наверно сделать правильно карту можно открыть так он там болтать со мной будет рассказывать так снова здравствуй удивлен я вернулся к началу недаром это дворец называть меняющимся после каждого поражения ты начинаешь все заново отсюда а дворец перестраивается за сам собой значит я в ловушке единственный путь отсюда победить леле он ждет тебя тебя в тронном зале в глубине дворца но там много проходить нужно до туда я помогу тебе туда добраться удачи вот ну и все а карту можно посмотреть опять у нас лихой рывок но карты поменялись у нас пузырь и до нас поменялись карты вначале вот вот она вся карта до бубнова это что это у нас какой цвет я не понимаю можно открывать ворота но проходить очень много нужно чтобы дойти до тронного зала лилия вот такие дела пишите в комментариях понравилась вам игрушка или нет ставьте лайки подписывайтесь если вам не трудно и интересно наблюдать за тем что я делаю спасибо за просмотр удачки вам и пока